Голубой краски Голубым цветом обозначены моря и океаны нашей Земли. Вода занимает три четвертых поверхности планеты. Вода полезна и животным, и птицам, и человеку. Без нее не обойтись. Но вода не только поит, она еще и работает на человека, добывая ток, работая на электростанциях. По морям и океанам плывут тысячи рыболовных судов. Вода – самая большая и удобная дорога. По ней перевозят грузы, пассажиров. А все это стало возможно лишь потому, что человек очень хорошо изучил ее свойства. Без воды не замесить тесто для хлеба, не приготовить бетон для стройки. Без воды не сделать ни бумагу, ни ткань для одежды, ни лекарства, ни конфеты. Вот она какая вода! Сегодня мы исследователи. Наша задача – изучить некоторые свойства воды. Для этого проделаем некоторые опыты. Определим запах и вкус воды. Когда мама печет пироги, ароматный запах раздается за дверями квартиры. Тонкий аромат издают цветы и духи. А чем пахнет чистая вода? Понюхаем. Никакого запаха я не ощущаю. Попробую на вкус. Вода не сладкая и не соленая. Значит, мы можем сделать вывод. Вода не имеет запаха и вкуса. А чем важно нам это свойство? Когда мы его используем? Так как вода не сладкая и не соленая, мы можем утолить жажду. На столе у нас лежат цветные полоски. С их помощью мы определим цвет воды. Приложим каждую полоску и проверим, совпадает ли цвет. Можно ли сказать, что вода синяя? Серая. Зеленая. Красная. Белая. Нет. Как видите, ни с одной из этих полосок цвет воды не совпадает. А теперь рассмотрим соломинки в стаканах с различной жидкостью. Посмотрите на соломинку в стакане с молоком. Видна ли она? Нет, не видна. В стакане с соком? Нет, не видна. А в стакане с водой соломинку прекрасно видно. Значит, мы можем сделать вывод, что вода без цвета и прозрачна. Когда нам нужно это свойство? Прозрачность воды очень важна для подводных животных и растений, нуждающихся в солнечном свете. Теперь определим форму воды. Попробуем перелить воду из одного сосуда в другой. У меня получилось. Теперь попробуем воду из стакана вылить на поверхность. Вода растекается в разные стороны. А если я эту поверхность наклоню, вода стекает под уклон. Во всех этих случаях проявляется одно и то же свойство воды — текучесть. При этом вода принимает форму сосуда. Благодаря текучести воду можно обнаружить повсюду. Если вы начнете копать колодец, то на глубине 7-12 метров вы обнаружите подземные воды. Почва тоже пропитана водой. Вскапывая огород, вы обнаружите, что почва влажная. Проверим воду на упругость. Попробую сдавить наполненную водой пластиковую бутылку. У меня ничего не получилось. Это потому, что вода упруга, несжимаема. Итак, о каких же свойствах воды мы сегодня узнали? Вода без запаха, без вкуса, без цвета, прозрачна, упруга, несжимаема, текуча, не имеет собственной формы. На этом наш сегодняшний урок окончен. Спасибо всем за внимание. До свидания.